Сегодня у нас 14 февраля 2022 года, так называемый День влюбленных, День Святого Валентина, понедельник. Ну, дневниковая и о войне, ну и обо всем. Сейчас только слушал радиопередачу Гонопольского на эхо Москвы. И такую шутку допустили ведущие, ну пошлую, я даже не решаюсь на камеру сказать. Можно пойти в мой твиттер, найти ссылку, найти маркер времени и пойти самим послушать. Я уже не знаю, почему они осмелились унижать весь чеченский народ. У меня никогда в мыслях такого не было даже, какой-то народ унижать прям весь. Это что-то. Ну, их пошлость зашкаливает от того, что они пропагандоны. А быть пропагандоном очень тяжело, потому что нельзя правду говорить. А поскольку правду нельзя говорить, то недостаток вообще тем, мало свободы выражения. Поэтому они заменяют свободу внутреннюю вот этой пошлостью. Потому что эта пошлость привлекает простаков и, в общем, можно привлекать слушателей и зрителей. Да, ну, сначала дневниковая немножечко, потом про войну, а потом про день влюбленных. Дневниковая вчера было воскресенье. Я пытался уйти от суеты. Но, видимо, три года назад я в последний раз мог это сделать, когда я целый день, когда у меня исчез из, так сказать... То есть я его не помнил этот день. Я помнил, что он был. Я помнил... То есть вот в процессе этого дня я много ходил, много думал. То есть эти результаты размышлений остались, но я не помнил внешней декорации этого мира. Я помнил, о чем я думал, но я не помнил, где я ходил, что я делал. Я вот это все не имело значения. И я кушал яблоки только. Яблоки я заранее намыл, положил их. И раньше я еще умел поститься, не кушать. И вот вчера я попробовал хотя бы сутки, но у меня ничего не получилось. Во-первых, у меня не получилось, потому что я не удержался посмотреть, взять в руки планшет. Ну, посмотрел, как там здоровье мамы дистанционно через часы Samsung, Watch Active 2. Я могу смотреть фазы сна, сердце, стресс на расстоянии. Ну, вот два дня, кстати, она плохо спала. В ночь на субботу и в ночь на воскресенье очень плохо спала. Почти не спала. Вот сегодня она поспала почти 6 часов там. Ну, в общем, еще днем, может быть, поспит. Видимо, в связи как раз с этой проклятой паникой. Военной, так сказать, предвоенной паникой. Ну, и потом я залез в новости, в твиттер и пошло-поехало. В общем, я себе единственное, чего мне удалось, мне не удалось сдержаться, чтобы не полезть туда, вот в новости. Я все прочитал. Я даже еще одну песню перевел, хотя так быстро поверхностно, которую поет Этьен фон Лайо, солист, один из солистов детского хора. Как же его сказать? Ну, ПССБ по-английски, по-французски ПССБ, наверное, ладно, не буду. Ну, в общем, там хор Деревянного Креста. Ладно. Ну, и, в общем, поэтому вчера у меня единственное, что получилось, так это не ставить себе никаких планов и, в общем, не делать из самого себя какого-то робота, управляемого раба. То есть я как бы все-таки, ну, побездельничал, можно сказать, но от суеты полностью не освободился. Да, и вчера я тщетно пытался найти хоть какой-нибудь фильм посмотреть, но я себя пресек, спустя 20-30 минут я подумал, да ну и вон нафиг, иногда мне час нужен для того, чтобы найти хоть какой-то фильм приемлемый для меня. Дело в том, что весь топ МДБ, 250 фильмов, я уже пересмотрел. Единственное, что я не смотрел и не буду смотреть мультики там, ну, всякие типа Властелина колец, я когда-то их посмотрела, с тех пор не надо, мне ничего такого. То есть фэнтези такое глупое. Потом триллеры я не люблю. Триллеры, фэнтези тупое, мультики, даже хорошие мультики. Хорошие мультики для меня, наверное, те мультики, которые все-таки, они и нарисованы в реалистичной манере более-менее, то есть и плавные такие, то есть не скачущие. Фигурки. То есть я вчера обнаружил, что, оказывается, этот мир для меня себя исчерпал. Дело в том, что фильмы художественные, это наша современная Библия. Ну, конечно, есть фильмы просто там всякие, там с рейтингом ниже там шести, там, которые я в принципе не смотрю. Но иногда-иногда редкие фильмы бывают хорошие с таким рейтингом, потому что, ну, они тяжелые, трудные для простаков, для их восприятия, но они очень хорошие. Вот. Ну, а бывают фильмы с рейтингом восемь с половиной я не смотрю. Вот как Мститель там какой-то там целый сериал, там, фэнтези. Я не могу такое смотреть в принципе, какой бы у него рейтинг не был. Так что это наша современная Библия и духовную пищу дает. Ну, мне это нужно для духовной пищи. Или не для, как бы, не для самого, вот, цимуса, как бы, не для самого, самой сути. А вот как пища для духовной, то есть, пища для, для, фильмовая, да, или, как там сказать, для духовной пищи. То есть, вот, для того, чтобы получать из нее уже что-то духовное. Естественно, очень мало фильмов по-настоящему чисто духовных, поэтому фильмы, они, ну, бывает из фильма там 1% духовности, там, 30% по-разному. Ну, короче, вчера я так ничего и не найдя. Ну, даже думаю, посмотрю, мне хорошо знакомый фильм, но так как я уже хорошо просто помню их сюжет и смотрел их по нескольку раз, то я уже просто взял и включил Аполлон-13. Ну, думаю, да ладно, промотал там, где они уже в космосе. И все равно так скучно, все так скучно. Ну, как какая-то хронология, вот и все, больше ничего. Они там пытались, там, ну, американцам лучше смотреть этот фильм. Для них это понятнее и эти шутки, они будут более насыщены для американцев смыслом, чем для русского. Короче, вчера я чувствовал себя очень несчастным, покинутым, брошенным. Мико не пришел. В прошлый понедельник он прислал мне смс-ку, Саш, как дела? Я не ответил, потому что, чтобы узнать, как дела, надо ко мне прийти. И он прекрасно знает, что я ему давал деньги для того, чтобы он мне купил гречки, сыра. Ну, и что я тут, как бы, вот не могу сам все это купить, потому что, ну, мне приходится заказывать один раз в месяц. Вот. А сыр пропадает, и поэтому я не заказываю так уж слишком много. Короче, он все знает. Он знает, что нужно прийти. И почему это все встало в тупик, здесь наши отношения встали в тупик? Потому что там кое-кто в их семье культивирует против меня такое отношение, как, ну, к дурачку такому. Ну, дурачок. Ну, вот, неизвестно, почему тратят на нас деньги. И еще с таким плохим, таким пошлым намеком каким-то. Вот. А у меня к этой семье самые чистые намерения всегда были. И будут. То есть, для меня эти дети, они как родственники. И так и было, и будет. Вот, чтобы, если кто-то пытается это изгадить, замарать, то я лучше отстранюсь от всего. Просто останусь один. И вот, получается так, что вот эти кто-то, один для того, чтобы обелить себя, другой из-за ревности, там, ну, я думаю, что двое-трое вот таких вот. А другим-то детям им все равно. Им нужно внимание, им нужны подарки, им нужен хоть кто-то, кто ненавидит в этой Франции. Им это очень нужно. Но я не могу перебороть тех двух-трех, которые меня ненавидят, потому что надо в зеркало почаще смотреться. Вот почему. И тут я ничего поделать не могу. И наблюдая, как это заразило Мику, что Мика ко мне приходит только когда я очень сильно прошу. И когда я даю деньги. То есть, вот это сочетание, что оно нужно мне, и что за это я ищу деньги. То есть, обязательно деньги, чтобы дал. То есть, какая-то выгода. То есть, пойти к нему ради выгоды. Не ради того, что ты о нем беспокоишься, о нем заботишься. Он там в лесу, как он там, он нам столько помогал, а мы тоже должны, значит, как его поддержать. Этого нету, ноль. Если когда-то мне один раз, может быть, позвонили, там, узнать, как дела, так это после того, как я уже много раз сказал, но почему же вы мне ни разу не позвоните. Это для... Нету искреннего порыва никакого. Никогда. Я тут могу понять их, потому что пропаганда так прочистила всем мозги, что она... Она же пропаганда разная бывает. Есть пропаганда тех, кто захватил власть. Есть пропаганда у местных властей, кто там захватил власть, там, где-то в местной какой-то республике. Они не всегда совпадают такие пропаганды. Вот, например, российская пропаганда, она такая вот скользкая. Вот. Но Путину, вот, кстати, касаемся политики, да, Путину очень выгодно, чтобы чеченцев боялись. Потому что, ну, а кто в стране порядок наведет, если свои стали мягкотелыми, размякли, и народ перестает их бояться, потому что, ну, народ понимает, что это вот уже святое, вот. И они наступили бы на святое, если бы пошли на народ. А тут для них это не святое. Они не чувствуют, что это святое что-то... Это для них деньги, допустим, и они в своей Чечне запрутся. Кто их там достанет? Когда? То есть вот такая пропаганда на стравливание людей, на сталкивание людей. Причем она давно идет. Она еще идет со времен Сталина. Я не думаю, что Ленин этим занимался. Ну, хотя тот еще был негодяй, больной. Вот. Ну, вот Сталин занимался этим весьма усердно и весьма умышленно. Кстати, а был же ведь наркомом по делам национальностей. Вот-вот как интересно получается. Был наркомом по делам национальностей и начал с того, что начал закладывать именно рознь. Закладывать, чтобы она была. И чтобы был повод целые народы унижать и высылать и уничтожать. И вот эти дети, они меня спрашивали, а может быть ты все-таки наполовину мусульманин? То есть, ну, у них в голове не складывалось все это. Почему вот этот человек, который по всем, как бы, по взрослым словам должен быть враг, должен быть плохой, и он наоборот. И вот они меня спрашивали, можете наполовину мусульманин? Вот. Так что моя любовь к ним всегда была самая чистая на свете, как к любовь к моему родному брату, как к любовь к моим двоюродным всем, как к своим, как к своей семье. И так как они ко мне поступают, это, ну, вот, не все из них, но там некоторые из них, у них так не сработало. Они меня никогда не считали именно близким человеком. Они всегда думали, как, вот, оказался такой дурачок рядом с нами, ну, что-то он к нам все время, вот, деньги там, продукты тащит, все. Ну, значит, надо использовать. Вот. И все это просто дошло до уже, ну, вылезло наружу многократно и заразило Мику. И я вижу, что Мика просто ко мне приходит, в общем, не ради того, чтобы прийти. Не ради меня. Даже чуть-чуть не ради меня. Потому что если он покажет, что ради меня хоть что-то делает, то его заклюют свои же. Так что я, как в Библии написано, и трости надломленные не переломят, я оставляю все как есть. Вот как есть, как они захотят. Я не буду больше звонить, умолять, там, приедете, там, ну, и так далее. Или Мике там где-то, лично ему писать. Не, не буду. Потому что мне очень тяжело, мне очень тяжело умирать здесь брошенным, поскольку человек же он не телом в первую очередь умирает, а душой. Душа умерла, а тело через месяц, три, год, полгода. Ну, как, у кого по-разному, у кого даже, может, протянуть и 10 лет. Вот он умирает все это время. Так что, вот, ну, вчера вот поздравил я Этьена с Днем Влюбленных. Я написал ему, что я не буду ему две-три строчки, ну, там, четыре строчки написал, что не буду ему ничего писать больше, потому что я не хочу его отвлекать. То есть, в этот день чем-то еще отвлекать, и что я надеюсь, что он в этот день будет счастливым. Потому что в его возрасте, 23 года ему, я, кстати, нашел генеалогическое дерево, у него пять братьев, оказывается, двое старше и трое младше. Вот. Один, кстати, один брат довольно-таки взрослый, 35 лет ему примерно. Ну, а другому сейчас лет 13-14. Ну, и, в общем, в этом его возрасте, в 23 года, я мог влюбляться каждый месяц. Вот пошла красивая девчонка. Все, я влюбился, я не могу на нее не глядеть. И каждый, хоть каждый день, через месяц в другую влюбился. Вот был такой период у меня в жизни, когда я влюблялся вот так вот, ну, очень быстро, охотно. То есть, по внешности. Если бы с какой-то из них мне удалось бы пообщаться, ну, кто знает. Вот. Ну, и вчера я еще один, некогда позавчера, я уже, что-то у меня уже начало все, нет, вчера же не занимался, позавчера. Я еще один ролик вырезал. Я нашел где-то случайно кадры ихнего самого последнего концерта в месте, когда они заканчивают эту школу для певцов, эту свою хоровую школу, когда они уже уходят во взрослую жизнь, кто куда. И вот эту вот последнюю запись я увидал и последнее исполнение. Ну, и мне показалось, он там шмыгнул носом и заплакал. Ну, не заплакал, но было грустно. В его глазах я видел грусть, потому что, ну, человек понимает, последний раз они поют вместе. Да, кстати, вот я когда узнал, что у него пять братьев, я потом подумал, ну, вот, он из таких, которым никто посторонний не нужен. То есть, большая семья, то есть, никто посторонний не нужны, как вот моим Чеченятам. Я для них это как сбоку припёка такая, как нечто ненужное абсолютно. Ну, вот, пока нужен, так, ну, нужен. А как он вдруг и стал не нужен, ну, так и забудем про него. Ну, что-то вроде такого. Они сами себе вполне восемь человек дают всего достаточно информационных там всяких поводов для, ну, чтобы заполнять жизнь. Вот. Ну, я надеюсь, вот этот вот мой, так сказать, фанатизм по этому солисту, он так и останется таким, как бы, просто симпатией. Не хотелось бы, чтобы это превращалось в какое-то навязчивое состояние. У меня так как-то было с этой, с Александровой. Вот. И там это продлилось довольно-таки долго. Хотя не так и долго. Я сейчас вот, раньше все, кажется, гораздо дольше. Вот, ну, началось в году 2007-м и закончилось, наверное, уже вполне 2011-м. Это были последние судороги. Ну, всего 4 года. Правда, потом, конечно, я еще вспоминал ее и искал в интернете новости о ней еще года 2-3. Ну, то есть, все равно, как бы, какое-то тепло оставалось. Да и сейчас у меня к ней нету каких-то отрицательных эмоций. Ну, я бы не хотел с ней встречаться, потому что это абсолютно бессмысленно. Ни для чего, абсолютно. То есть, это бы покорежило в нашей жизни еще немного. Ну, мою, по крайней мере, ее не знаю, и это все равно, наверное. Вот. как прошлое, как память о своем собственном прошлом, это греет сердце, потому что, ну, если был влюблен хоть в кого-то, хоть даже один день, все равно в воспоминаниях-то все это остается, эти самые яркие чувства в жизни, это наркота. Да, я помню, когда по молодости был влюблен, то я думал, и у меня, вот, буквально, какая-то наркота выделяется, и ты просто несчастлив. Счастлив просто. Достаточно просто думать о любимой человеке. Вот. Да, кстати, вот сегодня, слушая передачу этих пошлых пропагандонов, я услышал слово шарить в выражении делить с кем-то что-то. Хотя это шер. Шер не шар, а шер. Вот, интересно, в русском языке слово шарить гуляет в трех значениях. Шарить, знать, понимать в чем-то. Ты шаришь в этом? Потом ты шаришь, ты там шаришь, книгу ищешь там, шаришь, шаришься, шаришь. И ты шаришь со всеми свои файлы. Три значения и все эти три слова от разных слов. Слово шарить в значении знать от слова сэ, жосе, я знаю. Ну, переначали в ше, жосе. Вот, потом слово в значении искать шариться, это шахши, искать, по-французски. И в значении шарить, делить, документы, ну, это шер, английское. три разных слова в одно слово. оказывается, русский язык оказался таким бедным на буквы. Не могли, вот они звучат, по-русски совершенно, зачастую совершенно одинаково. вот, так что одного человека я поздравил с днем Валентина, хотя не в значении влюбленного, потому что я не считаю себя влюбленным в том значении, как бы вот, в котором подразумевается. то есть, ну, как в пару какую-то. Нет, абсолютно нет. Там один на ютубе меня обосрал, точнее, пытался, пытался, пытался обосрать, чужие неправильно выражаются. И написал, вот, оказывается, ты якобы голубой, там вот слово якобы надо в нужном месте вставлять, ну, относительно вот Этьена. Да ни в коем случае, ни в коем случае. Это из той же это потому, что люди в разном возрасте, они играют разные роли. Когда я был маленький, мне очень нужны были взрослые, чтобы их о чем-то спрашивать, чтобы совета спрашивать, чтобы каких-то знаний получать. Я их очень любил за это. Тех взрослых, которые с готовностью мне помогали узнавать окружающий мир. Вот. Когда я был там подростком, ну, то же самое, как-то я заботился о маленьких детях, потому что нас просили там присмотреть за ними там во дворе. Вот. И так же и дальше по жизни мы не любим только вот в том значении, что вот в сексуальном. Нет. Любовь, к сожалению, это одно слово, но у нас на самом деле любовь бывает разная. И здесь это такое щемящее чувство жалости к нему. Жалости как сказать, ну, во-первых, этого мальчика уже нету, его не существует. То есть он был 10 лет, ну, да, 10 лет назад, 12, ну, 8 лет назад, он еще был 8 лет назад, может быть, 7 лет назад, но потом он резко изменился. Он потерял свой голос, сломался у него голос, у него поменялись черты лица. он сейчас только отдаленно напоминает того мальчика, который был. Ни голоса ни того уже нету, ни лица уже того нету. Я думаю, что и характер может изменяться у человека. Сам-то человек думает, что он не изменился, он думает, что он ну, изменился, в смысле, что он полностью не изменился, что он просто наследник, он тоже самый человек, который и был. И я так думаю, я думаю, что в 5 лет я был таким же, как сейчас, для внешнего наблюдателя это не так. Он скажет, ну нет, это совсем уже разные люди. А я знаю, что общего было у меня с 5-летним. Потому что я смотрю на мир глазами 5-летнего. То есть я по-прежнему остался, вот ядро осталось тоже. Но внешний наблюдатель, он не может видеть этого ядра. Не может видеть сердцевину, сердцевину души. Вот. У меня, я его очень жалею, этого мальчика, потому что, честно говоря, мне всех их жалко. Всех подростков жалко, потому что они не понимают, какие ужасы их ждут во взрослой жизни многих из них. Не все же из них будут более-менее счастливы и более-менее счастливо проживут жизнь и умрут счастливо. даже не отдавая отчета в том, что они умерли. А, кстати, вот когда меня сбила машина, я как бы умер. Я понимаю, что такое умереть, как бы вот идет фильм и бац, оборвался фильм. Просто вот черный экран. Все. Ничего нет. Вот так же и здесь. Не успеваешь понять ничего. И уже нет ни переживаний, ничего. И вот мне их очень жалко, потому что многие из них пройдут через страдания, через смертельные болезни и умрут возможно молодыми. И мне их жалко, потому что они не ценят время молодости, они не ценят свое здоровье, они не ценят время, они протрачивают его. И вот когда они уже вырастают, трудно уже что-либо наверстать и порой невозможно уже. Поэтому у меня такая просто к нему жалость, потому что особенно жалость к тем, кто наиболее хрупкий. То есть ну это просто инстинкт, инстинкт, во мне сработал инстинкт. И так как меня лишили любви в последние месяцы и меня, можно сказать, оскорбили очень сильно, моя любовь просто этого не выдержала. И моя любовь металась в душе, не находя применения. И вот она нашла какой-то объект и как из крана вспыхнула. Вот. И все. А потому что а что еще? Больше ничего невозможно. Во-первых, этого человека больше его нет. А во-вторых, и сейчас как бы его нет. то есть он бесконечно далеко и мы и по менталитету далеко и по возрасту далеко. Это бессмыслица полнейшая. то есть я ему не то, чтобы я ему только вот один раз написал и поздравил с днем рождения, я ему до этого писал раза два-три. Ничего особого. Ну, просто он как бы в курсе, что у него появился такой фанат. И вот мне что еще удивляет. Ну, не то, чтобы удивляет. Не удивляет, я думаю. Вот, например, когда я влюбился в Александрову. Ну, в Александрову я влюбился как мужчина в женщину. Я не знал, что она замужем. Точнее, было мне лень узнать. И точнее, сначала оно было не нужно, потому что я не думал, это никогда не планируешь живеть. Когда это произошло, это уже произошло. Уже поздно что-либо менять. И вот, когда это произошло, я и не знал, что у нее есть муж или нет. Я предполагал, что мужа нету, поскольку я не мог допустить мысли, что она вот в Москве, а муж, допустим, у нее в Ленингове, в Санкт-Петербурге. Я не мог это просто понять, как это возможно. Поэтому, если бы я узнал, что у нее любящий муж, как-то это бы мне помогло, конечно, сразу бы, но сразу этого я не знал, поэтому я в нее влюбился просто. Вот. И этот человек, он преобразился для меня. Она стала просто такая красивая, что не одна. Честно говоря, я не видел ее лица, когда я на нее смотрел. Я видел только какой-то ослепительный свет. То есть, я не видел сами черты конкретные физические лица. Я видел просто вот лицо, как сказать, каноническое какое-то, какое-то ангельское лицо, которое сияет. И я наслаждался этим светом, он грел мне сердце. Вот, вот, что такое такая любовь. Мы просто ослеплены совершенно. И я тогда так удивился, что у нее нет поклонников. У нее не было ни одного поклонника. Вот я где-нибудь не лазил, там, на форумах, там, на ВГТРК, там, на форуме никого. И я пытался как-то эту несправедливость я считал исправить. И какой-то сайтик сделал, и все такое. Вот, вот сейчас я вижу, как я поступаю так же самое. Разница единственная в том, что, конечно, это, я явно понимаю, что это просто фанатизм такой. И я явно понимаю его тупиковость. И я понимаю, что это пройдет. Это пройдет, ну, не знаю, через месяц, через два, через... Но это пройдет. это пройдет тогда, когда я встречу тех людей, друзей, там, или женщину, в которую я могу хотя бы симпатизировать, хотя бы кому я могу. То есть, тогда мне станет не так одиноко, не так нетерпимо одному. Вот. И вот я тоже сделал нарезки из видео, и я увидел, что, вот странно, опять же, в его хоре некоторым солистам посвящены специальные ролики, как в честь, вот в честь их. Так и назван хомаж, омаж. А вот в его честь нет ни одного ролика, там есть один ролик, где его фотографии, но он не назван так, что в честь, почему-то. Мне показалось это странным, почему у такого классного солиста нету... и потом я подумал, а может быть я что-то вот у меня искажается, может он и не такой особый, может быть он... Ну, чисто технически я не могу пойти против себя, действительно, он не... он не... не сильно большого класса солист, не сильно большого класса. Конечно, если петь несколько лет в хоре, в профессиональном хоре, который выступает с зарубежными турами, ездит, ну, то, конечно, поднаберешься чего-то, но у него нету... технически у него голоса нету особого, у него тембр только классный, тембр классный у него, и манера исполнения иногда подходящая под песню, но высокого мастерства у него нету, и тут я понимаю, но если бы был действительно мастер, как и Робертина Лоретти, он, наверное, бы имел бы до сих пор поклонников, а у него, насколько я вижу, нету ни одного, его, ну, насколько я знаю, и вот что интересно, опять же, что интересно, я не могу этого понять, мне известно его полное имя, я уже его назвал, и, в принципе, оно не так уж и скрыто, и даже в интернете можно найти, но я не нашел ни одного упоминания о нем в Твиттере, кроме своих, и кроме там двух-трех каких-то там, ну, явно видно, что вскользь каких-то упоминаний, я вот, я осознал, что у него действительно не было ни одного поклонника, ни одного, мне стало, поэтому еще более его жалко, потому что, ну, мне очень нравится его голос, его манера исполнения, и некоторые клипы я готов смотреть каждый день, реально, то есть, независимо от того, как я к нему отношусь, мне очень нравится, и одну песню, как минимум, я выучу благодаря ему, классная песня, хотя для того, чтобы сподвигнуть меня, выучить какую-то песню, мне нужно загореться этой песней, а вот он смог, вот, привлечь мое внимание к этой песне своим исполнением, вот, так что, ну, кого, я еще сегодня поздравлю, конечно, своего друга там, с его женой, там, родственников каких-то там, кого-то еще, я поздравлю, вот, ну, вчера вот я первого поздравил его, еще до полуночи, и потом я лег спать, ну, сегодня я спал неплохо, даже снились какие-то сны, снились какие-то прикольные сны такие, ну, раз сны снились, значит, сон был неплохого качества, значит, все-таки было не так уж и холодно, да, ну, здоровье, мои зубы, там, где мосты, керамические, продолжают разрушаться, видно, это свойства, мостов, сделанных с таким качеством, они разрушаются, через год, через год начинают разрушаться, и, в общем, их хватает, наверное, года на два, на три, на пять, ну, максимум, наверное, на пять лет, так что я готовлюсь к тому, что мои зубы разрушатся, вот, это сильно угнетает, психика очень сильная, во-первых, больно, когда нету три зуба, четыре зуба на одной стороне, это очень неприятно, пока что еще есть, там один зуб, он поддерживает челюсть крайне, ну, не крайне, вот тут, но это, это очень, очень бьет по психике, а как я узнал, наличие нормальных зубов с нормальными нервами, стимулирует мозги, а отсутствие зубов с нервами, нервы-то выдирают, когда Москве делают, угнетает память, и вообще, я это чувствую, депрессия, плюс, меня не любят мои близкие здесь, в Страсбурге, они меня не любят, это меня убивает, это меня убивает не просто слово, это меня убивает реально, я умираю, не только из-за французов, но из-за этого, да, французы, кстати, вчера, когда я позавчера написал письмо, в организации Абитат Сите, вот, мне одна женщина дала адрес, их сказал, что они могут помочь с жильем, ну, то есть, не они выделяют жилье, но они могут как-то организовать его ускорение получения, и я опубликовал это в фейсбуке, и вот эту публикацию, это письмо короткое, прочитала мэр, вот этого города, мэр, и вчера у меня было 130 просмотров моего сайта, 100 визиторов и 130 просмотров, ну, вот, титульную страничку прошло, прочитало 100 человек, а вглубь куда-то еще зашло еще 30 человек, ну, я думаю, реально 10 человек, допустим, просмотрел мой сайт, ну, несколько человек, ну, я думаю, это из-за мэра, вот, почему еще визиторы, потому что у меня на этом сайте еще есть другие странички, возможно, на них заходили, ну, и что и тишина, тишина. Да, кстати, интересная мысль мне в голову пришла, вот, на основе той информации, которую я получаю от жизни в последние годы, мне в голову пришел следующий сценарий, допустим, мы знаем какого-то уважаемого человека, святого какого-то, ну, не будем брать Христа, Христа не будем брать, есть какой-то собирательный образ кого-то, можно его даже создать, но лучше, чтобы он был похож на кого-то, чтобы от чего-то отталкиваться, потом, ну, есть власть, какой-то там уважаемый президент, можно сделать персонажа тоже похожего на него, то есть, это, чтобы был не намек, ошибка, какая-то похожесть была, чтобы кто-то понял, что это возможно они, и снять фильм о том, что, допустим, эти самые-самые белопушистые уважаемые люди совершили какое-то гнусное преступление, потом вместе его скрывали, и скрывали так подло, так обманывая весь свет, весь всех близких людей, которые свято в них верят. Вот есть ли такие фильмы, которые посвящены этой идее, что тот, кто становится белопушистым, все люди как бы они люди, они природу имеют одинаковую, но кто вылазит наверх по своим собратьям, он одевает такой моральный, такой ментальный панцирь из белопушистости, этот панцирь, и чтобы никто не осмеялся его замарать, так сказать. И вот под ним, под этой белопушистостью, под этой позолотой, оно начинает гнить, гнилье начинает. Это написано в Библии прямым текстом, что гробы золотые имеете, а в них смрад гниль. Вот то, о чем я говорю о Франции, это я просто делаю такой длительный репортаж, как меня тут медленно убивают. И моя заслуга, то, что я выживаю до сих пор, я уверен, что будут на моем месте другие, какие-то мои знакомые люди, они бы давно не выдержали. Неважно, они бы куда-то поехали, они бы спились бы, они бы ушли бы из жизни сами. Неважно, как, они бы не выдержали. То, что выдерживаю я, ну, это пока. Да, кстати, об интересном принципе, который тоже необходимо уделить ему внимание и найти ему аналогии в современной жизни. Допустим, вот раньше какой-нибудь белопушистый козел домогался какой-то красивой девушке. И она его пыталась, значит, опорочить, ну, то есть, рассказать об этом всем окружающим. Естественно, ее тут же ловили как ведьму. И ее, как полагалось, топили с камнями там на ногах, на руках, ну, в общем, не знаю, куда ей привязывали эти камни, кидали в реку. Если вдруг она выпутывалась, выплывала, вот выживала, то, значит, говорили, что она точно ведьма, потому что была бы не ведьма, она бы утонула. То есть, они так проверяли, как бы гарантированно. И тогда ее гарантированно сжигали. То есть, вот как интересно, это я к чему веду. То, что я здесь выживаю, это не потому, что, мол, вот я такой хороший, там, я борюсь с болезнями, и поэтому, а потому, что он и не болел. Якобы. Вот надо якобы вставлять куда надо. То есть, вот это иезуитство, оно очень сильное. А то, что, допустим, на моем месте уже бы многие люди умерли бы, и по ним бы сказали, ну, значит, они и были больны. А если вот выжил все-таки, в тех условиях, которые бы 100% другие бы умерли, ну, значит, он и не болел. И все такое. То есть, это иезуитство очень сильное. Да, а вот насчет жилья. В этом письме я, в своем письме в Абитат Сите, я такую слабину сам почувствовал. Я написал, что мне предлагают жилье, которое для меня неприемлемо из-за моего тяжелого заболевания, месофонии. У большинства людей, выгляд, автоматически срабатывает. А, ему предлагали, значит, сам виноват, отказался. Все. Им не важно, что жилье действительно просто там невозможно жить. Это и не важно. Вот сам факт, то, что власти выделили, а то, что власти умышленно выделили неприемлемое жилье, абсолютно неприемлемое жилье, это уже никого не волнует. И вот таким образом можно меня отсекать от сочувствия людей. Что они делают, кстати. Они три или четыре раза ведь так делали. Пришли люди и сказали, мы вам предлагаем жилье. И только я у них спрашиваю, какое жилье, где что, дайте узнать. Они тут же убежали и больше не приходили. Но даже то, что я сам упомяну об этом случае, уже люди подумают, нет, нет, они ему предлагали, а он отказался, наверное. То есть, даже мои слова, то есть, в защиту меня срабатывают против меня от этих людей. Вот такие интересные эффекты. То есть, когда кто-то совершил против тебя преступление и может не бояться наказания, потому что, если ты скажешь про это преступление, то ты обратишь всех против тебя. Вот как интересно. Слова в защиту тебя срабатывают против тебя. Так, ну о войне. Да, у Анапольского я сегодня услышал здравую мысль, кто будет платить. вот Путин пугал-пугал, пугал-пугал, войска нагонял. Весь мир поднапрягся дополнительно. Туда-сюда посылали военных, там, ну, то есть, потратились они, затратились они. И все это же длится годами. Кто будет платить, он говорит на польске. То есть, вот этот снежный ком, он уже накручивается. И война-то идет уже восемь лет. Тлеет. А потом, кстати, сегодня провокации, вот, по-моему, уже пошли некоторые торговые, там, или какие суда, ну, в общем, не военные суда, игнорируют учения российских войск в Черном море. Что это означает? Это означает, что при приближении к боевому кораблю, корабль делает предупредить, а вдруг в этой лодке тот же стингер или там какая-нибудь торпеда, я уже не знаю, что там применяют на море. И по всем законам он должен расстрелять этот гражданский корабль, если он подходит слишком близко. То есть, это уже провокация. И не знаю, с чьей стороны. С чьей стороны, не знаю. Все возможно. могут купить человека украинского капитана, шантажируя его семьей, чем-то еще, пообещав большие деньги, ну, точнее, даже уже перечислил. И он может предать свою страну и пойти на провокацию. Вот. все возможно. То есть, как кто-то говорил, кстати, сам Гитлер говорил, что после того, как его столкнули с Польшей, то есть, там уже ему отступать было нельзя, ему же уже самому войну-то объявила Англия. и как он кубчику говорил, что своему другу детства, что после этого уже пути назад не было. Это он, по-моему, в 42-м году говорил. То есть, здесь может произойти то же самое. В принципе-то война уже идет. Война уже произошла. Ну вот такое интересное современное время. Да, в принципе, во Вторую мировую войну тоже были всякие интересные вещи. Например, были нейтральные страны прямо вот с двух сторон фронта. Вот Швейцария там. Они сбивали даже немецкие самолеты, когда те без спроса пролетали через их территорию, давая понять, что, извините, это наша территория. Вот такие воинственные швейцарцы. Да, наверное, этот народ, я как-то уважаю из-за этого. И, кстати, вот этот Этьен, он, видимо, швейцарец все-таки. Но он двуязычный. Вырит по-французски и по-немецки. Что еще более, ну, еще более мне нравится. А что еще, еще круче, так это то, что он предок принцесс. Там, королевской крови. Он, и он барон. Он действующий барон. Правда, я не знаю, что это такое. Вот. А так, когда я вот его в хоре увидал, откуда я знал, что он барон, что у него там бабушки, прабабушки, принцессы. но все-таки на лице отпечаток есть, я думаю. Искусственный отбор. Так, ладно. Опять переходим на войну. На тему о войне. Эта война очень выгодна американцам. Во-первых, это не их континент. они очень надежно защищены различными там системами ПВО и так далее. Разными. То есть, до них не так легко добраться. Эти подводные лодки, они тоже не думаю, что могут пройти все... Ну, я не думаю, что это серьезная угроза. Хотя, даже одна ядерная ракета это угроза, конечно. Но я думаю, что все они отслеживаются. Что давным-давно уже прошло то время, когда можно было незаметно им проходить. Думаю, что нынешние технологии таковы, что уже незаметно нельзя. То есть, подводные лодки, я думаю, не играют серьезной роли. Самолеты, самолеты сбиваются. То есть, американцы далеко. Вот. Ну, а будет загрязняться этот континент. Американцам тоже достанется, конечно, по воздуху. Загрязнение пойдет по всей планете. Вот я думаю, что они делают все, чтобы война была, но без ядерного оружия. Потому что война им очень выгодна. И китайцам тоже выгодно само собой. Под эту историю китайцы могут оттяпать часть Дальнего Востока. И уже навсегда. Ну, а Путин, Путин, я думаю, он шатается сейчас. И ему тоже война выгодна. Вот война случается тогда, когда она выгодна всем. То есть, процесс идет уже самопроизвольно, его уже не остановить. И вот мне кажется, что процесс он уже начал таким уже самопроизвольным. Процесс пошел. Как ее остановить, я не знаю. Что могу сделать я? Ничего. Я, находясь в центре Европы, которого медленно убивали местные французские власти, не мог даже собрать несколько тысяч подписчиков, чтобы они видели мой репортаж. Я же веду такой длительный репортаж, что тут происходит, как они поступают. А где внимание людей было? Куда оно прилипло? Ну, тут я могу, что люди просто занимаются приятными вещами в основном, а я вот неприятные вещи говорю. Поэтому сейчас голоса тех, кто предупреждает о гибельной для них войне, россиян, которые предупреждают россиян о поражении, украинцев, которые предупреждают украинцев о поражении, а частичное поражение будет для всех. Войне нету тех, которые редкие редкие случаи, когда кто-то только нагрелся на войне, кто бы не пострадал. Только тех, кто вообще не участвовал, а только выгоды получил какие-то. Среди действующих основных лиц, основных сил такого не будет. А для меня что значит война лично? это я думаю, что сразу сюда понабегут те, которые будут крушить все любые палатки любых беженцев, потому что это будет дозволено уже. Сейчас уже многое дозволено. Люди могут многое себе позволять. Меня защищает только то, что я не пью, не курю, никого не трогаю, не мусорю, не шумлю, ну и так далее. И то, что возможно я сам беженец. То есть люди все-таки проявляют сочувствие. И сочувствие проявляют моим мукам. Дед, который приходил ко мне недавно, дня три назад, и тут возмущался, говорит, тут много дерева собрал, а вдруг пожар? Я говорю, да нет, в лесу сыра. я куплю огнетушитель. Я дал ему мои визитки, он больше не приходил, и в тот день было много посещений. Видимо, он смотрел, и там его родственники смотрели. Видимо, они решили, что потом же я ведь писатель, я же о всем пишу, я о них тоже напишу. Они решили не связываться, видимо. Потому что реально я им ну чем помешал, своей цепной пилой тут пошумел? Или вот записывал видео, когда я записывал видео про то, что как кошку спасли, а меня не спасли от мороза. Как кошки тут деньги собрали, а мне не заняли деньги в долг. И вот я тут жестикулировал и громко говорил. Возможно, это им не понравилось, особенно на чужом языке, это людям не нравится, их раздражает. Но я все-таки думаю, что меня ждет, если будет реальная полномасштабная война, на меня нападут, рано или поздно на меня нападут, палатку сломают, меня может быть и не убьют, но я думаю, что ничего хорошего не будет, что все мы будем выживать. И моих чеченят погонят всех, и если во Франции придет к власти французский Гитлер, то отсюда погонят всех, которые просто не похожи на европейцев. За редким исключением. Вот такие вот безрадостные ожидания у меня. Ну а сегодня, что я буду делать сегодня? Вот аккумулятор у меня заряженный на пилу, все две пары буду дрова пилить, дров за два дня. Я в воскресенье не заготавливал, так что как раз две горки дров сгорело. Вот вот письмо, ну письмо к префектуру, думаю, надо письмо, было бы написать, хорошо бы, что я не могу к ним прийти. 11 часов. Куда еще письма? Куда-то еще. А что оно даст? Ну вот тексты, тексты. Нужно браться за текст. На сайте. Вот текст, посвященный судам. Очень объемный текст. Нужно его продолжать. Сами тексты небольшие. Большая работа потому, чтобы обеспечивать их, давать ссылки на документы, описания делать понятными и выводы делать четкими. Это очень тяжело. Потом переводить это на французский язык. Непростой текст переводить на французский язык довольно тяжело. Я занимаюсь этими переводами уже года три до два в Франции. И перевожу практически почти каждый день. Особенно в последнее время. Ну, язык учу таким образом. Так, ладно. Вот, меня даже уже стало не хватать на ролик, на видеоролик. Очень сильно устал. Говорит о состоянии здоровья. я думаю, что меня хватит на несколько месяцев. Потом я даже не уверен, что начиная с следующей весны я смогу продолжать вообще работать с текстами. В принципе. Вот. Ладно. Так что еще раз всех с днем улюбленных. Не дай бог случится война. Это очень плохо для всех. Я не думаю, что многие из нас могут ее не пережить. Тем более я в моей ситуации.